Я хорошо выглядел? Отлично! Да? Да, прекрасно! Всем привет! Меня зовут Малина Владимировна. В первой части выпуска мы показали подробно, как мы разбирали и дефектовали двигатель от Каена 4.8. Теперь мы переходим к второй части. Мы все дефектовали, обозначили фронт работ, все их сделали и сейчас непосредственно переходим к сборке этого мотора. Я покажу вам все нюансы, как я собираю этот мотор, на какие моменты надо обращать внимание, вообще на все моменты надо обращать внимание, на какие-то пристальные, на какие-то мы делаем, просто согласно технологии ремонта. Ну что, от слов к делу, начинаем начинать! Сборка! Начинаем сборку! Все резинотехнические изделия, уплотнения, резиновые прокладки, сальники и так далее, необходимо устанавливать всегда новые. Это обеспечит нам должный уровень ремонта и, соответственно, позволит дать человеку гарантию на то, чтобы он не заморачивался сервисами, приезжал только на замену масла. Если мы обратимся к любому техдоку, к любой технологии ремонта, там везде все черным по белому написано, что все элементы одноразовые. Здесь не нужно ничего изобретать, придумывать, выдумывать. Эта резиночка хорошая, это плохая, мы обращаемся просто к технологии ремонта, внимательно ее читаем и, соответственно, все, что там написано, выполняем. То есть, собираем мотор по инструкции завода-изготовителя. Это единственный верный план, чтобы добиться необходимого качества. Произведен замер зазора коренных вкладышей. В данном случае составляет от 4 до 5 сот, что является нормой почти для всех транспортных средств, включая почву. Поэтому шток можно смело прикрутить коленвал. Коленчатый вал. При снятии первое, что с ним нужно сделать, это его отмыть, после чего нужно его отдефектовать. То есть, замерить все размеры шеек, визуально проверить на наличие каких-либо повреждений, царапин, трещин, задиров. Если мы видим визуально, что там что-то есть, уже это требует какого-то дополнительного изучения. Визуально там все целое, соответствует всем размерам, биению и так далее. То есть, всем параметрам, по которым измеряется коленвал, мы их проверяем. Если это все соответствует заводским параметрам, мы оставляем коленвал старый. Здесь мы коленвал помыли, отдефектовали, его весь проверили, но абсолютно весь в номинале. То есть, с ним даже ему полировка не требуется, он полностью во всех заводских размерах. Соответственно, мы его подготавливаем к установке. Опять же, перед установкой мы его моем, протираем тщательно, чтобы не было пыли, продуваем все смазочные отверстия, чтобы там никакая грязь не залипла. Для установки коленвала используем специальную сборочную смазку, которая растворяется в масле, она консистентная. Ее преимущество, она никуда не стекает. То есть, как показано видео, мы ее просто смазываем все вкладыши, и она на них остается. То есть, это гарантирует нам первый запуск безопасный, отличный вариант. С ней очень удобно работать, она не стекает, то есть никуда не падает, остается там, куда-то ее нанес. И, соответственно, устанавливаем на двигатель. Устанавливаем оригинальные полукольца. Почему оригинальные, а не какой-то заменитель? Потому что ответ очень простой. Их стоимость, она вполне вменяемая и не сильно отличается от стоимости неоригинала. Если у нас стоимость не сильно отличается от стоимости неоригинала, зачем мы будем рисковать и ставить неоригинальную деталь, когда можно купить ее оригинальную, условно, за те же деньги. Установка их простая. Мы также считаем инструкцию технологии по ремонту и ставим, как там написано. Сальник коленвала я предпочитаю устанавливать до того, как прикручу всю постель коленвала. Это гораздо проще, его можно без каких-либо усилий или специнструментов сразу на правильное расстояние установить в постель. При установке я использую пластиковые оправки, чтобы его внутренняя кромка нигде не завернулась. Поверхность коленвала очень тонким слоем я смазываю такой же сборочной пастой. Это нужно для первого запуска, чтобы он просто не пригорел, пока до внутренней части не дошло масла. Это минимальный слой, чтобы он просто туда легонечко заскочил. Больше никаких нюансов здесь нет. На подготовленную поверхность мы наносим тонкий слой герметика. В данном случае, чтобы это проконтролировать, его правильность нанесения, можно также обратиться к технологии сборки. Но по опыту я всегда его стараюсь размазать пальцем. Это может быть в формате именно установки не очень некрасиво выглядят, колбасочка-то покрасивше будет. Но в плане собственного контроля и качества лучше его максимально тонким слоем размазать заранее подготовленным чистым пальцем. Существует два варианта нанесения герметика. Либо тоненькой, аккуратненькой колбаской, как написано во всей технической документации, либо после нанесения размазать пальцем. Я предпочитаю во многих случаях размазать это пальцем. Это позволит добиться необходимого слоя. То есть, чтобы колбаска не была толстой, мы излишки уберем пальцем. Выглядит это, конечно, не очень красиво, но фактически технологично так гораздо лучше. Есть специальные валики, но в данном случае у нас их нету, поэтому палец вполне подходит. Поверхность необходимо максимально очистить и обезжирить, чтобы она была чистая и сухая. Соответственно, нужно контролировать нанесение по внешней кромке, чтобы герметик по минимуму вылез в внутреннюю часть двигателя. После нанесения герметика в течение пяти минут необходимо установить постель коленвала на блок цилиндров. Далее установить все заранее подготовленные болты. Все глухие отверстия в блоке цилиндров необходимо продуть, чтобы там не было никакого масла, грязи и так далее, чтобы болт не уперся. И, соответственно, затянуть все в последовательности, указанной в технологии по ремонту, с необходимым моментом. Болты устанавливать нужно также новые. Любые болты, которые тянутся с доворотом, несмотря на их толщину, мощность и так далее, это одноразовая деталь, потому что доворот это предел прочности болта. Соответственно, измерять их не нужно. Если в технологии по ремонту написано «заменить», значит их необходимо заменить. Субтитры создавал DimaTorzok При затяжке постели коленчатого вала, после прохождения каждого этапа, чтобы убедиться, что мы делаем все правильно. Тут небольшая помарочка. На некоторых моделях на середине этапа коленвал бывает клинит. Но это касается больше тех двигателей, у которых по бокам в постель вкручиваются болты. Вот у них есть такая особенность. У алюминиевого блока коленвал клинит, но мы затягиваем болты, которые у нас идут по бокам, и он больше не клинит. Итак, мы начинаем сборку мотора с проверки всех размеров. В данном видео я покажу, как я проверяю размер нижней головки шатуна. Для чего это нужно? Так как мы ставим новые вкладыши, даже несмотря на надежных поставщиков, нам нужно убедиться в том, что новые вкладыши соответствуют всем заявленным зазорам, и зазор между коленвалом и шатуном у нас верный. Вставляем новые вкладыши из упаковки в шатуны, и будем затягивать их в моменты, чтобы измерить, так сказать, диаметрию вкладыша и правильно посчитать зазор. То есть это правильное измерение зазора при сборке. Да, то есть нам же надо понять, какой зазор будет между шейкой коленвала и нижней головкой шатуна. Вот между вкладышами, мы же вот здесь вот зазорчик-то будет. Нам надо понять, какой он там будет. То есть это делается до сборки. То есть получается как бы двойная работа. Мы сейчас делаем все то же самое, так и собираем мотор. То есть вот мы все устанавливаем. Соответственно, их правильно собираем. Сейчас мы так все сделаем, потом их затянем моментом. Таким же моментом, как и на двигателе непосредственно, чтобы получить его точный размер. Это будет показано на видео. Здесь мы просто используем специальный пресс для фиксации шатуна. Это лишь для того, чтобы было гораздо удобнее это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При сборке поршней перед установкой необходимо убедиться в том, что все детали поршня соответствуют размерам, заявленным в технологии по ремонту завода-изготовителя. Соответственно, кольца, поршни, вкладыши шатунные, все нужно проверить по размеру. Замер поршневых колец производится методом установки кольца в цилиндр. Замеряется расстояние от плоскости, чтобы кольцо не стояло как-то наперекос, оно должно стоять ровно. Соответственно, мы его устанавливаем, замеряем везде зазор и измеряем щупом зазор в замке кольца. Он должен соответствовать цифрам, которые указаны в технологии по ремонту. Все, у нас верхняя компрессионная правильная зазор в 0.35, сейчас вторая компрессионная, померяем в 0.35, у второго всегда говорили побольше. Ну вот, 0.4 с натягом, 0.4, 0.43, вот, 0.38. Да? То есть 0.4 с натягом лезет, 0.38 проскакивает, ну или где-то 0.4 можно считать, примерно. Ползает отличным результатом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В данной сборке мы используем новые поршни отечественного производства. На них собрано уже не один десяток моторов, все прекрасно ездит, и стоимость, очень высокую стоимость ремонта немножечко позволяет снизить. Так как один оригинальный поршень стоит порядка 70 тысяч рублей, их там 8. При сборке поршней никаких особых нюансов нет, нужно соблюдать просто технологию ремонта, какие здесь есть важные моменты. У колец, как правило, есть верх и низ, то есть нужно проконтролировать, чтобы на каждом поршне кольца устанавливались в правильную позицию. Соответственно, замерить зазор между кольцом и канавкой поршня. Если мы говорим о каких-либо бэушных запчастях, это важно проверить, ну и на новых для собственного контроля это тоже необходимо сделать. Кольца при установке необходимо устанавливать в разбег, то есть замки должны быть развернуты. У нас три кольца, соответственно, замки на 120 градусов должны быть друг от друга развернуты, то есть по-простому, как звезда Mercedes. При установке шатуна на поршень важно правильно соблюсти его направление, то есть шатуны у нас они все одинаковые и в зависимости от его установки он может быть левым и может быть правым. При сборке поршня с шатуном важно совместить правильное направление, так как шатуны у нас все одинаковые и шатун может быть как левым, так и правым. Поэтому важно при сборке совместить направление шатуна с направлением поршня, чтобы у нас 4 было левых, 4 правых. Поршни у нас разные, левые, правые, они отличаются, они не взаимозаменяемы. На видео показана сборка одного поршня, все остальные собираются аналогично. При установке уже собранного с шатуном поршня необходимо не ошибиться, к какому он цилиндру соответствует, так как хонинговка финишный размер производится индивидуально по размеру каждого поршня. Это как бы такой простой, но просто надо быть внимательным. Мы используем для установки самостоятельно выточенную проставку. Можно использовать специальные съемники, съемники установки типа хомут. Но в данном случае, если у вас идет постоянно сборка одних и тех же собственно граммоделей, то можно заморочиться сделать оправку. С оправкой это делать гораздо проще, гораздо быстрее и гораздо удобнее. При установке поршней в блок цилиндров я использую такой же специальный сборочный компаунд он просто в виде спрея и он немножко более жидкий, чем желтый. Желтый для данной процедуры слишком густой и очень сильно затрудняет вращение коленвала, когда мы установим все 8 поршней. Чтобы этого не было, мы просто используем точно такой же компаунд, но в виде спрея. Это гораздо удобнее в данном случае. на видео мы показываем, как это все делается на примере одного. Вся остальная установка производится аналогично первому показанному на видео. все моменты затяжки мы используем из технологии ремонта. По своему опыту скажу, что нет никакой необходимости их запоминать, так как бывает, что завод-изготовитель выпускает модернизированные детали и меняет технологию ремонта. Поэтому при сборке даже одного и того же двигателя много раз подряд лучше сверяться с технологией ремонта. Потому что могут быть какие-то изменения и как бы запоминать эту кучу цифр нет никакого смысла. Гораздо проще открыть компьютер и непосредственно при сборке все по инструкции смотреть и собирать. вот что ты скажешь, прокомментируешь. Все идет по плану. Все идет по плану. Шортблок практически... Практически, да. Осталось протянуть до воротов нижние головки шатуна и шортблок в целом. При затяжке болты затягиваются с необходимым усилием и плюс к этому идет до ворот. До ворот по опыту, если у вас есть какой-то большой опыт в ремонте автомобилей, то, как правило, он 90 градусов. 90 градусов можно делать без транспортира. Использовать транспортир просто иногда неудобно. Можно сделать пометку на болте и, соответственно, на корпусе. Тем самым мы проконтролируем 90 градусов. Когда речь идет о каких-то других градусах, там 110, 120, которые на глаз визуально сложно проконтролировать, тут, конечно, лучше использовать специальный транспортир. все притянули. Необходимым моментом следующее устанавливаем головки блока цилиндра. На что здесь стоит обратить внимание? В первую очередь перед установкой головки блока необходимо прочитать инструкцию по установке головки блока цилиндров. Это касаемо любой сборки, любого мотора. Мы в целом всегда начинаем с того, что мы изучаем технологию ремонта, то есть технологию ее установки. Обязательно в данном случае нам необходимо установить новые болты. Почему это сделано? Ответ очень простой, потому что того требует технология ремонта. И второй момент, почему она это требует, болт тянется критическим моментом, то есть момент рассчитан таким образом, что болт растягивается. Другие производители, зачастую даже это касается больше японских машин, у меня не такой большой опыт их сборки, практически никакой, но у них в технологии по ремонту написано, что перед тем, как устанавливать головку блока, болт необходимо измерить в некоторых параметрах на его утончение, на его растяжение и сравнить соответственно с табличными размерами. Если он укладывается, тогда нужно установить новый болт. В данном случае мы не имеем никаких опорных значений на растяжение болта, на его утончение. У нас есть одна лишь ссылка, что любой болт, который тянется с доворотом, он одноразовый. Соответственно, чтобы здесь не изобретать, ничего не придумывать, мы просто придерживаемся технологии ремонта, что является единственным верным решением. при установке головки блока цилиндров также необходимо подготовить две поверхности, это поверхность головки, блок цилиндров и поверхности блока. Обязательном порядке проконтролировать частоту всех резьбовых соединений в блоке цилиндров, чтобы туда не попала стружка. После механической обработки там не было никакой грязи и так далее, потому что это может привести к тому, что болт просто спрессует стружку и провернет резьбу. То есть, это очень важно продуть, промыть и с помощью фонарика визуально осмотреть, возможно, даже отверткой туда потыкать, потому что они не сквозные отверстия, а глухие. То есть, это крайне важно. А момент затяжки у нас большой. Вы не почувствуете воротком, что у вас там пошла резьба. В данном случае мы используем прокладки фирмы Элринг. Они точно такие же, как в оригинале, но их стоимость в два раза дешевле, чем оригинальных, поэтому без ущерба качества можно поставить данные прокладки. При установке головки блока я рекомендую ставить коленвал в положение установки ГРМа. То есть, у коленвала есть свое положение при установке ГРМа. Это будет то положение, в которое мы будем ставить цепь. Для чего это нужно? Когда мы устанавливаем, у нас поршни встают в такое положение, то есть, это либо верхняя мертвая точка первого цилиндра, либо в некоторых случаях они все стоят в перекрытии. Это связано с тем, что при установке распределительных валов у нас неминуемо клапанный механизм клапана будут выдвигаться. Распредвалы мы также будем стараться установить сразу в установочные метки, потому что, если не сделать это, есть риск загнуть клапана при установке распредвалов или же сломать распредвал. Поэтому мы сразу устанавливаем коленвал по метке, так сказать, и при установке распредвалов мы тоже стараемся их максимально поставить сразу по метке. В упаковке с прокладками ГБЦ производитель Allring кладет технологию, как их затянуть Я всегда все такие вещи проверяю, сверяюсь с оригинальной технологией по ремонту То есть мы смотрим оригинальную программу, все моменты затяжки и просто проверяем Если они соответствуют тем, которые указала фирма Allring, то их можно смело использовать И соответственно соблюдая все моменты, предписанные заводом-изготовителем То есть мы сначала затягиваем, потом ослабляем и потом опять уже финально затягиваем Ослабление производится в обратной последовательности от затяжки То есть затягиваем 1, 2, 3, 4, 5, ослабляем и соответственно 10, 9, 8, 7 Это важно Как раз таки тот случай, когда доворот у нас 110 градусов 110 градусов проконтролировать на глаз крайне сложно Поэтому мы просто устанавливаем транспортир и спокойно дотягиваем по стрелке Вторая головка блока устанавливается аналогично первой Все то же самое, все те же самые моменты, нюансы, все так же Ну, чтобы ваше драгоценное время не растягивать, так же делаем просто и так же будет Головки блока уже установлены И мы переходим к сборке нижней части двигателя Это масляный насос, маслоотражающая пластина и так далее На видео установка маслопеногасителя Обратите внимание, мы установили все новые оригинальные прокладки Про которые подробно рассказывали в первой части Ее можно посмотреть по ссылке в описании Вот видите, резинки сильно отличаются по цвету Можно сравнить, какие они были до И какие они на самом деле должны быть Мягкие, эластичные и другого цвета Далее после установки маслопеногасителя мы устанавливаем масляный насос Масляный насос до этого мы разбирали, чтобы его промыть весь изнутри И посмотреть на его износ В данном случае у него износа практически не было Он весь отмыт, собран Внутри также смазан сборочным компаундом Для первого запуска Установка насоса производится по технологии ремонта Без каких-либо нюансов Смотрим инструкцию и делаем все так, как там написано Единственный момент, на который нужно обратить внимание Масляный насос устанавливается на направляющие Надо визуально просто проконтролировать Что у вас эти направляющие никуда не вывалились, не отвалились Они установлены, их там две Что они установлены и насос стоит через направляющие После установки масляного насоса Мы сразу же ставим звезду привода ГРМ И она же привод масляного насоса При установке важно установить новые фрикционные кольца Они служат от поворота То есть в данном случае у нас болт коленвала прикручивается огромным моментом И держится исключительно на силах трения Поэтому необходимо установить новые алмазные фрикционные кольца Дабы избежать каких-либо подвижек Установили звезду привода масляного насоса Далее мы устанавливаем цепь привода масляного насоса Никаких нюансов нету Болт масляного насоса нужно использовать новый Так как он тянется с доворотом Далее мы устанавливаем Далее мы собираем уже установленные на блок головки блока цилиндров Перед установкой мы смазываем сборочным компаундом посадочные места под гидрокомпенсаторы И устанавливаем гидрокомпенсаторы По технологии необходимо каждый снятый гидрокомпенсатор подписать его место Где он стоял Но если у вас заведомо исправная деталь Она соответствует всем размерам заводским То есть отверстие под гидрокомпенсатор И сам гидрокомпенсатор не имеет износа То фактически подписывать их не обязательно То есть если у вас заведомо исправная деталь Мы ее ставим в любое место И все это прекрасно работает Рубрика вопроса Зачем при разборке вкручивать болты обратно в те отверстия Из которых мы их выкрутим В данном случае ответ самый простой Просто чтобы помыть их вместе с блоком Устанавливаем датчики детонации Здесь важно Если у него нет своего положения Какого-то однозначного Здесь нужно также обратиться К технологии ремонта Посмотреть как они описывают Их установку В каком направлении Потому что Если мы их поставим неправильно В данном случае Мы не воткнем их в разъемы И не установим корпус термостата Соответственно Ставим их И затягиваем момент Куда? Двигатель Далее мы устанавливаем стартер Он в данной конструкции двигателя Находится в развале Что при диагностике автомобиля Перед разборкой Важно всегда преддиагностировать Либо спросить у клиента Нормально ли он работал Потому что в дальнейшем На собранном моторе Выяснить что неисправен стартер Это не очень приятно Туда обратно все залазить Разбирать Какие есть нюансы при установке Любая деталь Которая имеет свое точное положение То есть это касаемо деталей В основном у которых есть какой-то привод Чего-то То есть двух между собой деталей Их важно перед установкой Сначала поставить на направляющие Или в паз Это касаемо Ну любым Много таких деталей Масляный насос Там головки блока Коробка передач Вот в данном случае это стартер Здесь какой нюанс Мы сначала ее устанавливаем в пазы Только после этого мы притягиваем Потому что есть очень большая Распространенная ошибка Она связана большей части С коробками передач Она тяжелая Ее неудобно крутить Вертеть И многие начинают ее подтягивать Болтами наживленными Тем самым можно просто расколоть блок Или расколоть колокол коробки То есть ее деталь Соответственно надо сначала Установить в пазы Или на направляющие И только после этого Когда мы визуально убедились Что у нас она встала На свое место И только после этого Мы начинаем ее прикручивать Далее идет установка Просто заглушки Ну у этой заглушки Даже у этой заглушки Есть направление Просто мы внимательно смотрим И соответственно ставим ее Так как должно быть Там две буквы Г и М То есть мотор и гербокс Вот соответственно Мы устанавливаем С стрелочкой к мотору Ты говорил Что Порш Это некий фетиш То есть это не просто Там машины Которые покупают По бедности И вот ты говорил О непонимании Того зачем Люди у которых Нет бюджета На обслуживание этой машины Покупают ее И пытаются Там ну грубо говоря Там из говна и палок Соорудить себе Там нечто Ездющее Остаются в итоге И без средств Существованию И как бы Ну автомобилем Который не вызывает Эффекта вау Окружающих Собственно Эффект вау Это именно Наверное То для чего Изначально Создавалась эта марка Да То есть ее владение Это как бы Определенная Ну я не знаю Культура целая Да Ну автомобиль Порше В целом Марка Порше Это такая вот Штука Можно ее историю Посмотреть Создатели этой марки Ему не нравились Все остальные автомобили Он решил сделать себе Тот самый автомобиль Который ему будет нравиться И попытался Вот эту идеологию Вложить в эту марку На сегодняшний день Что мы видим Да Это старая машина Да Она на вторичном рынке Там может стоить 500 тысяч Да Там рублей Что как бы Не так дорого Но Как известно Старых Порше Не бывает Бывают новые владельцы И как бы Для этих машин Это для тех людей Кто ценит эту марку Любит ее За какие-то особенности Да Она может быть Плохой Хорошей Но у нее есть Своя история Есть свои преимущества И недостатки То есть Это изначально Дорогая марка Это дорогие машины У них очень Ну очень хорошая отделка У них очень хорошие Характеристики То есть Эта машина Действительно едет По дороге Но неповторимая И она сильно Отличается От тех же Туарегов Кусеми И так далее Хотя это одна И та же платформа В данном случае То есть Однозначно Осуждать Дорогой Это ремонт Или нет Но он Столько стоит Это премиальный Автомобиль На который Очень дорогие Запчасти То есть Он не может Стоить дешево То есть Если мы говорим О сборке Какой-то Ну нормальной Оригинальной Да Как это Должно быть Но это не может Стоить дешево Потому что Там просто Много деталей И они просто Все дорогие Далее мы устанавливаем Трубку Вентиляция Картонных газов С этой трубкой Есть одна Очень такая История Смешная А на моторах Которые пошли После десятого Года Этой трубки Нету Но визуально Эти моторы Всегда Ну они Практически Идентичные Внутри И вот Очень часто Я встречал И сам Даже пару раз Такую делал ошибку Что ты сначала Собрал парочку Моторов Десятого года Потом неожиданно К тебе приезжает Машина Там Старше Десятого года Ты уже поставил Весь грм А эта трубка Лежит на верстаке Это конечно Неописуемая боль Да На моторе Десятого года Этой трубки Уже нету Там несколько иначе Устроена Система Вентиляция Картера Но это вот Просто Такая отсылочка Небольшой прикол С этими моторами Во все отверстия Куда сложно Залезть пальцем Или сложно Попасть В нетекучей жидкости Мы наносим Спрей На все вещи Куда Легко Нанести Компаунд По сути Это два компаунда Они идентичные Друг другу Просто это разный Форм фактор И использую два Исключительно Где какой удобнее Тут нет никакой Технического смысла Какого-то Тайны Просто где удобнее Такой использую Далее мы устанавливаем Распределительные валы Вот как раз таки На видео показан Тот момент Где я Нахожу его Оптимальное положение Для установки Что является Оптимальным положением Это максимально Близкое положение Распредвала К его Установочным меткам То есть Это такое положение Распредвала В котором он Практически лежит И не нажимает На кулачки На толкателя клапана Соответственно В любом случае Он не может Лежать в таком положении Чтобы не нажимать На них Но нам надо Как бы выбрать Положение Максимальное Близко к этому Чтобы при установке При его затяжке Мы его не сломали И давали Минимальную нагрузку Устанавливаем Крышки распредвалов Постель Которую мы также Померили Она соответствует Всем заводским размерам Каждая постель Каждая шейка Постели Распредвала Она подписана И имеет только Одно свое место Их нельзя менять местами Они должны стоять Именно так Как они Были установлены На заводе Какие тут нюансы При затяжке Распределительного вала Нельзя затягивать Одну шейку Сразу полностью Все шейки По очереди Надо постепенно Чуть-чуть Подтягивая Тем самым Равномерно Прижимая Распредвал На его Установочное положение Дабы Его не сломать Рубрика Важный нюанс Видишь Кулачки В разные стороны Стоят Установочное положение Вала Всегда Оно сделано Таким образом Чтобы у тебя Видишь Кулачки Максимально Не давили Но зачастую Так сделать Невозможно Чтобы они Все не давили Поэтому Распредвал Надо всегда По чуть-чуть Разномерно Прижимать Если ты Его знак И стерил Он может Сломаться Класс То есть Без всякого Пневмоэлектроинструмента Вот видишь Мы чуть-чуть Его поджимаем Вот так Вот Хоп Вот здесь Видишь Чуть-чуть Прижали его Вот усилие Сильное пошло Переходим На это Здесь усилие Сильное Переходим На это Вот так Вот Здесь Чуть-чуть Поджали Переходим На это Видишь Эти прослаблен Чуть-чуть Поджимаем вот видишь его тут было сильное усилие оно прославлю то есть вот так вот по чуть-чуть равномерно моего до касания так и ничего этот мотор допустим вот эта генерация этого мотора она всего два года ставилась то есть с восьмого по десятый год дальше он уже модернизировался но это что говорит о том что этот мотор некачественный ну мне кажется что 70 тысяч вот на котором мы данный мотор делаем даже для porsche это слишком что он спустя всего лишь 70 тысяч пробега выходит из строя с такими характерными проблемами вот и вот например мне в нашем предыдущем разговоре утверждал что ну это модернизация а я тебе что скорее всего они сами понимали свои ошибки и поэтому этот мотор был следующий генерации уже исправлен да или или не в следующий нет этот мотор линейка этих моторов она закончилась в восемнадцатом году то есть он сколько он три раза модернизировался но существенно его как задирал так и задирает вот существенно на уже на каене с восемнадцатого года там уже совершенно другой мотор он уже ваговский но доработанный так бы но он совместно создан из компании там и porsche и бэнд там все были конструктивно да есть некая база которая не усовершенствовали усовершенствовали но вот эти моторы которые с четырнадцатого года последней генерации их тоже задирает но не так часто как эти как вот их первой генерации что говорит завод да они признали что была такая техническая недоработка эти машины по гарантии менялась куча моторов совершенно безвозмездного клиента то есть это все свои косяки условно но они же не могут дать технологию гильзовки они просто основываясь на тех запчастях которые они есть они их модернизировали но не так существенно как установка гильза мотор но это в любом случае были модернизированные детали которые они совершенно легко и просто меняли по гарантии даже вот на протяжении у porsche есть продленная гарантия ну раньше была в россии сейчас в россии прошли особо нет где-то в течение там она стоила 120 тысяч рублей в год например но от алю силовых они не ушли не на данный момент они ушли от этого а как там чугунный ну там идет как она называется могу сейчас в терминах ошибаться там что-то типа ионоплазменного напыления металла то есть гильза напыляется металл вот это получается некое такое подобие ну грубо я щас не буду там в точные технические термины условная влитая чугунная гильза в алюминиевый блок то есть как бы как было раньше они вот попробовали поигрались поняли не получилось не сработал и вернулись к тому изначально но к тому что было раньше но просто в некой другой технологической генерации на данный момент да там вот у меня есть в разборе 4 литровый блок там такая же стоит чугунная гильза она магнит все все то же самое как было раньше ну да да они признали ошибки они их вернулись к тому с чего начали так работает технический прогресс технологический прогресс так вот иначе никак не ошибаюсь мы не поймем поступаем к установке грима это та самая планка который состоит из металлической пластмассовой части которая чаще всего ломается на этих моторах мы и естественно ставим новую оригинальную по умолчанию про эту деталь я подробно рассказывал в первом выпуске ссылка в описании начинаем сборку грм на распределительных валах на звездах из предвалов они также затягиваются очень большим моментом поэтому под них тоже необходимо заменить и установить новые фрикционные антипроворотные шайбы что мы в данном случае делаем далее мы просто последовательно устанавливаем все планки предварительно их рабочую поверхность мазов также сборочным компаундом что нам обеспечит легкий первый запуск порядок сборки мы всегда сверяемся технологии по ремонту и делаем так как написано при установке в данном это касается только этого мотора его генерация также макановского ctma мотора и 6 внутри литра 36 здесь такой есть небольшой лайфхак чтобы не использовать помощь соседа мы просто берем резинку любую резинку из-под денег из-под трусов только желательно которая рвется так как натяжитель у нас находится передней крышки вот эта планка у нас свисает и не имеет никакой опоры мы просто вот так вот и и ставим на резиночку что в дальнейшем без помощников нам поможет установить крышку переднюю куда устанавливается натяжитель и соответственно 2 опоры этой планки после затяжки распредвалов их необходимо установить в их правильное установочное положение в те самые метки для этого в данном случае используется специальный специнструмент специальное приспособление которое фиксирует распредвалы в их установочном правильном положении специнструмент должен вставать без усилий без каких-либо монтажек и так далее в данном случае мы просто ключом подводим распредвал чтобы установить эту планку корректно но в дальнейшем любой специнструмент он должен вставать без усилий без натяжек вот в данном случае как показано на видео после установки цепей мы можем завести цепь масляного насоса в данном случае она натягивается только за счет пружинки без каких-либо гидравлических приспособлений поэтому вытаскиваем стопорный штифт и натяжка от цепи масляного насоса готова далее у нас идет процесс установки передней крышки двигателя этот процесс очень такой трудоемкий там куча болтов куча всего и что здесь необходимо сделать как и во всех случаях подготовить сначала две поверхности то есть поверхность блока цилиндров и поверхность передней крышки используем и оригинальные прокладки какие здесь есть нюансы по технологии по ремонту не предусматривает нанесение в эти места герметика только на стыке но как показывает практика эти прокладки лучше даже не сколько нанести герметика сколько просто пальцами и и немножечко испачкать герметиком потому что этих моторов есть такая особенность особенно вариации когда они идут с алюминиевыми болтами они часто текут но как бы если нанести туда тоненький тоненький слой герметика то есть просто испачкать прокладку герметиком скажем но грубо назовем это так то это навсегда Практически избавляет этот мотор От данной проблемы Соответственно при сборке Передней крышки надо использовать Стальные болты Хотя в генерациях новых Он собирается на алюминиевых болтах Но ранние самые первые Генерации этих моторов были на стальных болтах Идет очень много споров Почему был переход со стальных на алюминиевые Ну как бы там есть куча теорий Всего-всего Это вес, не вес Факт остается фактом, что на стальных болтах Моторы не текут, а на алюминиевых болтах Они от вибраций ломаются И мотор начинает течь После нанесения герметика И установки прокладок на крышку Ее сразу прикручивать нельзя Ее важно очень спозиционировать правильно Потому что на данном моторе Нет никаких направляющих под переднюю крышку И сейчас мы покажем на видео В чем там самый главный нюанс Переходим непосредственно к установке Передней крышки В данном случае есть несколько самых главных нюансов Крышка устанавливается без направляющих И она имеет достаточно большой ход Сейчас мы покажем на видео Все самые главные нюансы Самые главные нюансы заключаются в том Что нужно максимально поставить ее таким образом Чтобы она не ложилась на цепи И был зазор между цепью Соответственно плюс в местах прилегания к головкам блока И блоку цилиндров не должно быть ступеньки То есть по технологии ремонта нужно взять микрометр И по микрометру выставить эту самую крышку Но фактически это можно сделать без микрометра Потому что там несмотря на технологию Сделано таким образом Что даже на новых моторах Есть там ступенька И выставить так как они просят Это практически невозможно Поэтому мы выставляем Ну словно чтобы там не было ступенек Находим ее оптимальное положение И равномерно притягиваем Последовательно как написано в технологии по ремонту При каждой соответственно подтяжке Мы контролируем все четыре контрольные точки То есть их даже не четыре Их шесть контрольных точек Где у нас должна быть минимальная ступенька А по хорошему ее не должно быть вообще И при этом мы еще в четырех местах контролируем Чтобы у нас цепь не касалась передней крышки Зачем нужна черная штучка? Мой юный автомеханик Она нужна чтобы сальник идеально Так хорошо он лачил Далее после установки передней крышки Необходимо установить передний сальник Коленчество вала Здесь есть один нюанс Сальник идет вместе с установочной шайбой Сальник мы используем в фирме Элринг Так как он значительно дешевле Но на этих сальниках есть один главный нюанс То есть сальник по сути такой же как в оригинале В оригинале он идет тоже в фирме Элринг Но по каким-то никому неизвестным причинам Пластиковая установочная шайба Там не такая как должна быть Такая как показано на видео там шайба Поэтому мы просто берем Пластиковую установочную втулку От оригинального сальника И ставим по ней Для чего это нужно? Это нужно для того чтобы Спозиционировать сальник Относительно рабочей поверхности Четко по центру Потому что если у нас будет какой-либо перекос В одну из сторон он потечет Это единственное что здесь нужно учесть Просто его ровненькость позиционировать После того как мы установили и прикрутили переднюю крышку Мы вернулись обратно к той самой резинке Из-под пачки денег Которая нам помогла сделать установку в одно лицо Ее мы просто разрываем и достаем Что соответственно удобно У всех есть и не требует помощника Если вы вдруг это делаете в одиночку в гараже После установки передней крышки и переднего сальника Необходимо вкрутить натяжитель цепи ГРМ Он гидравлический, подпружиненный Представляет из себя конструкцию просто обычного жиклера С одним входным отверстием и маленьким выходным отверстием Устанавливаем на него новое уплотнительное кольцо Вкручивать его лучше руками Так как он пустотелый, алюминиевый И ударные нагрузки он не держит Вкручиваем его от руки и затягиваем необходимым моментом На 60 ньютонов на метр На 60 ньютонов на метр Далее мы подготавливаемся к выставлению затяжки системы ГРМ То есть установок меток В данном случае коленвал у нас устанавливается по шкиву На видео я показываю как подготавливаю поверхность под сальник То есть в данном случае передний сальник у нас работает не по коленвалу А по шкиву коленвала Его подготавливаем, чистим, а также как и задний Тоненьким-тоненьким слоем для первого запуска смазываем сборочным компаундом Итак, что касаемо установки и смазки сальников коленвала Переднего, заднего, ну и так далее, любых сальников Тут опять же рецепт всегда простой Самый простой рецепт сборки мотора Мы читаем технологию ремонта И делаем все так, как там написано В данном случае, то есть есть некий опыт работы Есть некоторые наработки Есть некоторые базы знаний, на которые мы опираемся По технологии Porsche смазывают сальники И они категорически запрещают это делать Там с смазкой подходить туда нельзя По их видению Но есть также какой-то опыт, да, там сборки, допустим, мерседесовских моторов Там написано, что наоборот Для первого запуска необходимо Тонким слоем масла смазать поверхность, стручиваясь поверхность сальника И вот здесь уже как раз-таки тот вариант Когда на основе собственного опыта То есть не все же собирается у нас идеально Всегда бывают какие-то ошибки и переделки И вот на основе этого опыта как бы я пришел к тому, что даже там, где написано, что строго-настрого нельзя этого делать Все равно нужно вот в данном случае тоненьким-тоненьким слоем сборочного компаунда Просто, скажем так, вот чуть-чуть испачкать поверхность стручивающегося сальника Но не поверхность сальника, а в данном случае поверхность шкива коленвала И задней шейки коленчатого вала под задний сальник То есть это результат будет отличный, он 100% не потечет После установки всех компонентов мы должны зафиксировать распредвалы То есть цепи ГРМ поставить, затянуть в их правильное установочное положение Что для этого нужно сделать? Нам нужно точно установить коленвал в его положение Для этого мы используем сверло Оно отлично подходит по размеру Тут какой-то специальный инструмент не имеет смысла Так как у нас сверло всегда соответствует заявленным размерам Распредвалы мы уже зафиксировали ранее специальными приспособлениями После установки шкива мы вставляем специальное отверстие в шкиве Необходимое по размеру сверло И его надо совместить с меткой на передней крышке двигателя Там есть специальный отлив, вот он сейчас показан на видео То есть у нас сверло должно пройти через шкив И упереться в этот специальный отлив То есть оно не должно быть там зажато Оно не должно туда как-то криво вставляться под углом Оно должно туда легко четко встать Тут маленький нюанс есть При затяжке коленчатого вала ни в коем случае Нельзя использовать данное сверло Или там какой-то аналогичный штифт Как фиксатор коленвала Вы просто мгновенно сломаете переднюю крышку Это категорически запрещено То есть это исключительно только для правильного позиционирования Никакую функцию удержания силового она не несет Далее мы зафиксировали коленвал Мы зафиксировали распредвалы в их положении И следующим этапом нам необходимо затянуть звезды распредвалов То есть на впускных валах у нас еще стоят фазы вращателей У них нет никакого своего положения Они ставятся в любом положении Так же как и выпускные звезды На данном моторе у них нет фазовращателей Там обычная классическая звезда В данном случае без помощи коллеги не обойтись То есть момент затяжки достаточно большой Это опять же обусловлено тем, что у него нет никакой фиксации Он держится только за счет сил трения Поэтому и очень большой момент Мы просим коллегу подержать распредвал И соответственно уже контролируем момент затяжки и угол доворота В данном случае он 90 градусов Как я говорил ранее, это можно сделать легко на глаз Это очень легко и просто контролируется В данном случае их нужно затягивать в определенной последовательности Не все подряд как получится Именно начиная от впуска к выпуску и так далее При этом у нас натяжитель должен быть вкручен По технологии ремонта там несколько иначе все это описано Но фактически мы делаем то же самое Просто в чуть-чуть упрощенной схеме Все отлично работает и соответствует всем заводским параметрам Также ни в коем случае никогда не используйте Весь специнструмент, который служит для позиционирования Как инструмент фиксации от проворота То есть весь специнструмент для позиционирования Не рассчитан на силовую нагрузку Все силовые вещи должны быть Либо мы пользуемся услугами коллег, которые нам помогают поддержать Либо если это возможно делаем это самостоятельно Но ни в коем случае нельзя использовать для этого специнструмент Который, повторюсь, служит только лишь для правильного положения То есть для именно правильного позиционирования деталей относительно друг друга После затяжки звезд распределенных валов Необходимо проверить корректность установки То, что у нас вообще получилось Как это делается? Мы снимаем все фиксаторы с коленвала и с распредвалов И делаем два оборота коленчатого вала Что соответствует одному обороту распредвала После того, как мы сделали два оборота коленвала Мы должны установить обратно все планки То есть поставить коленвал по метке Вот видите, они у нас встают очень легко и просто Без каких-либо усилий Ровно сразу в свое положение Все это контролируется визуально, без натягов Вот один из методов проверки Нужно попытаться сделать неправильно Чтобы убедиться в том, что у тебя все сделано правильно Далее по списку у нас идет установка картера двигателя В данном случае он клеится на герметик Из прокладок там только уплотнительное кольцо под главный масляный канал Здесь аналогичная ситуация такая же, как с постелью Мы аккуратно наносим герметик Уже сами решаем, как мы это либо колбасочкой, либо пальцем размазываем В целом и то, и то правильно Важно контролировать, чтобы он максимально не вылез внутрь мотора И в местах, где проходят масляные каналы Там тоже не надо увлекаться с герметиком Там все должно быть тоненько и аккуратно Поддон в данном случае ставится без каких-либо направляющих Его нужно поддетонировать как и переднюю крышку самостоятельно Здесь у нас в целом две контрольные точки Это плоскость с коробкой передач То есть этот стык относительно постели распредвала И поддона должен быть ровный без ступеньки Чтобы коробка передач у нас встала без перекоса И полностью прилегла То есть у нас две поверхности будут идеально друг к другу прилегать После этого контроля мы затягиваем все болты крепления При нанесении герметика также обращайте внимание на болты крепления То есть болт крепления у нас может быть снутри и снаружи Что имеется в виду То есть в данном случае мы видим, что у нас болты все прикручены внешне То есть тело болта, его резьба находится не внутри двигателя То есть герметик нам нужно нанести с внутренней стороны То есть к двигателю Эти моменты, просто нюансы такие, надо с опытом они приходят Смотрим, то есть если у нас болт, допустим, как в постели Там все болты внутри То есть герметик наносим с внешней стороны Так как болт находится внутри в масляной системе В данном случае нам нужно герметик наносить с внутренней стороны Так как у нас болты все внешние После установки поддона мы начинаем сборку внутри поддона То есть устанавливаем все трубки и там необходимые детали На видео сейчас идет установка регулятора производительности масляного насоса Этот масляный насос непростой Он имеет в данном случае в атмосферном варианте Две производительные камеры в варианте турбо Там еще стоит отдельная секция на откачку масла из турбин Данный клапан управляет производительностью этого насоса То есть он не давлением регулируется, а количество масла производительностью Делает ее больше или меньше в зависимости от необходимой нагрузки Чтобы открутить вот этот клапан управления производительностью масляного насоса Существует специнструмент Такая трубка на 32 Потому что чтобы на машине это сделать Два болтика откручиваешь, снимаешь Трубку эту вставляешь, чтобы тебе поддон не снимать Но когда снимаешь поддон, можно взять ключ на 32 Я не знаю, зачем вам эту информацию, мои юные автомеханики Ну пусть это будет Ну пусть это останется на линии После сборки внутри поддона всех трубок и необходимых деталей Мы устанавливаем новый теплообменник масляно-водяной Про который мы подробно рассказывали в первую часть Ссылка в описании Устанавливаем маленький масляный поддон И закрываем полностью двигатель Из нюансов здесь в оригинале Там идет не то чтобы прокладка Там нанесенная герметиком Такая затвердевшая резинка То есть она идет в сборе с новым поддоном Но как бы ставить новый поддон туда это уже слишком Поэтому здесь из нюансов нам нужно более-менее То есть не сильно много, но и не мало Заполнить эту канавку герметиком И соответственно его установить Ну тут также те же самые нюансы Важно не переборщить, чтобы это все по минимуму вылезло внутрь Вот так как там достаточно глубокая канавка Которая предусматривает прокладку Здесь нужно чуть-чуть слой сделать потолще То есть в данном случае размазать пальцем не получится Она должна выпирать Далее на видео мы меняем Демпферы Данный Каен оснащен системой PDCC Это активное подавление кренов То есть гидравлические стабилизаторы И просто на моторе проходит гидравлическая трубка Которая стоит на этих демпферах Эти демпферы они копеечные Они часто ломаются По причине того, что при замене масла Там надо открутить две гайки Многие это делают гайковертом И просто сворачивают эти резиновые демпферы Пока нам это удобно здесь Чтобы это делать на машине Мы их сразу прикручиваем И забываем про этот момент Переходим к установке клапанных крышек Здесь нюансов минимум В данном случае они также устанавливаются без направляющих В паз вкладываем новую прокладку Тут надо проконтролировать У нас есть прокладка внешняя Четыре отдельных кольца под свечные колодцы И два сальника под клапан фазовращателя Все эти уплотнения мы ставим новые Дабы избежать каких-то течи И не сколько течи, а подсоса воздуха В данном случае герметик требуется только в трех местах То есть это стык передней крышки и головки блока цилиндров Мы его дополнительно герметизируем герметиком И в задней части головки на углах Тоже необходимо чуть-чуть нанести герметик При затяжке клапанных крышек На этом моторе есть такой микронюанс Вам нужно вставить там минимум две катушки зажигания Это обусловлено тем, что клапанная крышка Устанавливается без направляющих То есть ее можно сместить влево-вправо Вперед-назад А катушка нам позволит спозиционировать Ровно клапанную крышку Относительно свечного колодца Чтобы в дальнейшем у нас никаких не возникало проблем При установке катушек зажигания Ну и насколько я вижу Так как я стал участником практически твоей работы И снимал ее от ЭДО Ты прям получаешь удовольствие Можно сказать кайфуешь От работы с Порше и вот с двигателем Ну в целом да Как бы я у меня образование профильное Я ни одного дня в своей жизни не работал Нигде кроме автосервиса Мне это как бы не просто работа Я ничем другим не хочу заниматься Я себя нигде не вижу Ну и плюс ты, насколько я знаю Очень долгое время поработал в официальном дилере Я был, да, долгое время я работал официального дилера В Порше-центре Москва Я там сначала был механиком Потом я был мастером цеха Потому что в первом видео мы просто написали Что ты специалист Порше Ну такое ощущение, как мы написали Просто для красного словца У меня в целом очень большой опыт Работаю в представительстве Порше Вот по технике По общению с немцами Как это все происходило То есть как все эти гарантийные случаи Все эти решения проблем То есть именно в марке Порше Опыт есть, опыт очень хороший есть Поэтому у меня есть все технологии ремонта То есть все необходимое оборудование для этого И тут как бы не возникает никаких вот вопросов И отсюда же появились вот эти вот варианты доработок моторов То есть то, как мы показывали на видео Там вот эти фланцы, которые нужно обварить И так далее, и так далее Это просто связано с тем Что очень большое количество прошло моторов Очень много было одинаковых неисправностей И ты волей-неволей просто смотришь на это И думаешь, ну а почему бы не доработать? Ну как бы здесь вот есть очевидное Мы не изобретаем какой-то велосипед И не пытаемся, да, там Обмануть немецких инженеров Но там тоже люди работают Они также ошибаются У них тоже есть какие-то задачи, которые они выполняют Но вот в процессе многократных вот этих неисправностей Ты смотришь, ну а почему бы и не доработать? Ну берешь, дорабатываешь Смотришь, как это работает Не все, кстати, доработки, которые мы придумывали Идеально работают Иногда тоже придумаешь, что-то доработаешь И по факту, ну шляпа там входит Ну даже гильзовка, это же вовсе не заводская технология Да, даже гильзовка, это как бы Это же, как я все время говорю, от бедности придумано Потому что новый шортблок стоит конь Вообще его купить И то есть при покупке нового шортблока Ты не избавишься от этой проблемы с задирами Но при установке гильз чугунных эта проблема уходит То есть это опять же, то есть ремонт, который пришел условно для экономии Он оказался в итоге гораздо лучше, чем заводская деталь Сделали мы круче, вот как многие спрашивают Да, там вот инженеры немецкие работали Ну мы тоже инженеры, но не немецкие Тоже есть инженерное образование в этой области Ну почему мы не можем этого доработать? Ну можем, это получается, это работает Главное, что это работает Это работает, да Как и все доработки, которые ты делаешь в своей работе Я так понимаю, что... Ну это да, это как бы та база То есть тот необходимый минимум Раз уж мы туда залезли Его надо один раз устранить и навсегда забыть про это То же самое, то есть как бы там люди спрашивают про цену Ну вы просто зайдите, посмотрите, сколько это все стоит Это не какие-то выдуманные цены, да, там В том плане, что можно менять, нельзя менять Но есть технология ремонта Чтобы не задумываться, да, мы же даем на свою работу гарантию Мы несем обязательства перед человеком Чтобы это соблюдать, это надо делать все как минимум по технологии А если мы можем что-то улучшить То есть мы тоже же за это нанесем ответственность Мы это улучшаем, это работает Мы сейчас будем чистить эти детали На нашем новом оборудовании на аквабласте Это кронштейны для крепления опор двигателя Вот, две штучки в таком виде Сейчас мы их почистим до состояния почти новых И на генераторе вот тоже такую штучку Пойдем? Да Производим чистку деталей с помощью аквабласта Технология в целом очень классная Позволяет до состояния новые детали очистить любые загрязнения Но здесь надо быть всегда внимательным Что касаемо кронштейнов, каких-то крышек То есть менее ответственных деталей Их мы чистим смело Смело как бы вообще-то мы ничего не сможем испортить Или сделать лучше Это вот прям отличный вообще способ Если вы хотите добиться эстетически очень классного результата Также очень классно им подготавливать какие-то детали под покрас Или что-то еще Но будьте внимательны Если вы решите почистить, допустим, головку блока Или какие-нибудь детали, где происходят какие-то гидравлические процессы То есть детали с большим количеством каких-то масляных или антифризных каналов Здесь важна очень грамотная подготовка этой детали к мойке Так как в этой технологии используется вода и абразив в виде мелких шариков Очень мелкие шарики, которые вам забьют все эти масляные каналы То есть в целом это делать можно И это будет отличный визуальный результат Он очистит все, что нужно до состояния новой поверхности Но будьте внимательны Что вы можете не только улучшить внешний вид Но сильно ухудшить функционал вплоть до замены детали Поэтому, если вы все-таки решили Там, допустим, блок цилиндров или головку блока цилиндров Помыть в аквабласте Обязательно и очень внимательно и очень тщательно Нужно заглушить все отверстия Входные, выходные Вообще в целом все абсолютно маленькие и большие Любого размера Потому что фракция очень мелкая И она в любом случае давление очень высокая Заглушки должны быть очень хорошие И после вот этой самой такой длительной подготовки Уже тогда можно будет это сделать Без нее никак Нельзя Ну вот результат Ну что ты скажешь в своем профессиональном взгляде Хорошо отмыло? Да Да Очень хорошо Да, вот и уже готовая деталь после мойки То есть фактически она выглядит как абсолютно новая Ее сейчас надо подсушить И она будет неотличима от новой детали То есть вещь очень классная В умелых руках Что же двигатель собран Его механическая часть Дальше мы приступаем к установке всего всей периферии Всего навесного оборудования Конкретно к установке топливных форсунок Процесс этот не сильно сложный Но достаточно кропотливый и трудоемкий Здесь так же как и всегда Мы имеем один верный вариант решения этого вопроса Это читаем, как написано в учебнике И воспроизводим это все в реальности Повторюсь, это единственный верный способ сборки Любого мотора, горят, коробки, подвески, неважно Начинаем всегда с инструкции Происходит процедура замены Тефлоновых уплотнительных колец Форсунок непосредственного впрыска Форсунки перед установкой были все проверены на стенде Дабы убедиться в их работоспособности Потому что неисправная форсунка Может очень быстро пустить под хвост Всю выполненную работу с мотором И все вложенные в него деньги Поэтому форсунки При выполнении капитального ремонта двигателя Необходимо проверять На профессиональных стендах Колечко это устанавливается непросто Вот так вот оно, видишь, не лезет Поэтому существует вот такой набор Мы берем конус Его одеваем вот сюда Потом, вот у нас есть три втулки Берем одну втулку Вот так вот этой втулкой Сдвигаем на конус Дальше Вот тут есть специальный вырез И тут есть специальный носик То есть это все предусмотрено И вот так вот щик надеваем Соответственно, что мы видим дальше Что у нас диаметр кольца Гораздо больше в форсунке И мы его туда вставить В отверстие под форсунку не сможем Поэтому мы берем так, как их три И вот так вот делаем То есть внутри там конус Этим конусом мы напрессовываем Соответственно, у нас вот так вот оставляем В это время меняем вот это кольцо Ставим его дальше Берем какую-то смазку Типа силиконовую Идем к мотору Ищем первый цилиндр Чуть-чуть сюда смазываем Чуть-чуть прыгаем сюда И вставляем ее Вставляется она крайне плотно Можно даже взять Чистую резиновую молоточку И аккуратненько туда шпах Вот она зашла в свое место И она здесь уже крайне плотно сидит Данную процедуру повторяем 8 раз После того, как мы собрали двигатель То есть его условно в кавычках столбик То есть собрали ГРМ Закрыли все крышки Установили форсунки И так далее, и так далее Можно произвести тест утечки Что такое тест утечки? Мы проверяем этим тестом Герметичность камеры сгорания То есть это некий аналог Замера компрессии Но без варианта вращения мотора То есть этот тест мы можем сделать на стенде Тем самым убедившись, что мы правильно собрали мотор Что наша камера сгорания герметична И она будет работать так, как это должно быть Потому что не все можно проверить визуально И чем больше вы сделаете проверок самого себя при сборке То есть это замеры размеров Это всякие некие тесты утечек и так далее Их можно очень много придумать Чтобы в дальнейшем просто не переделывать То есть мы на стадии пока все у нас удобно Все снято Мы должны максимально убедиться в том, что мы делаем все правильно Иначе потом просто все переделывать Ну кому это вообще нужно? Я ненавижу переделывать что-то А теперь перейдем непосредственно к самому тесту Итак, как производится этот тест? Что вам нужно для проведения этого теста? Необходим вот такое приспособление Это тот самый тестер утечки Еще вам потребуется компрессор Утечка тестируется у нас с помощью сжатого воздуха Вместо светильного зажигания мы вкручиваем туда трубку Подключаем к этой трубке манометры Подключаем к манометру сжатый воздух Далее необходимо провернуть коленчатый вал до такта сжатия То есть чтобы у нас закрылись все клапаны И поршень стал двигаться вверх То есть у нас проверка утечки проверяется только на такте сжатия Когда у нас камера сгорания вся закрытая При вращении коленвала мы смотрим на показания шкалы Утечка полностью герметичная Камера сгорания быть не может Ну это просто невозможно Но в данном случае параметр который ниже или около 20% Считается идеальным и отличным То есть в данном случае мы видим Как у нас уходит менее 20% давления То есть что является вообще нормой После обкатки и притирки всех деталей Так как у нас там отхонингованный блок Новые кольца, новые поршни Новые втулки клапанов Там подрезаны сёдлы и так далее В процессе работы этот параметр еще немножко возрастет И камера сгорания станет еще на 5% герметичней После притирки деталей друг к другу Также этим тестом можно проверить правильные сборки ГРМа Как это сделать? У нас есть последовательность зажигания То есть мы начинаем там условно с первого цилиндра вкручиваем Понимаем что у нас там такт сжатия Замеряем утечку Далее мы смотрим порядок зажигания И вкручиваем манометр в следующий по порядку цилиндр То есть если ГРМ у нас собран верно То у нас весь этот порядок За каждым тактом друг за другом Будет каждый следующий такт Это будет такт сжатия Если же ГРМ собран неправильно То и порядок зажигания У нас в данном случае вы на манометре увидите Что он не такой какой должен быть После того как мы провели тест утечки Убедились в том что у нас ГРМ собран верно Что у нас каждый цилиндр герметичен Можно закручивать свечи И далее собирать двигатель То есть устанавливать катушки Коллектор и все остальное навесное оборудование В прошлом видео мы обратили внимание Что из восьми катушек зажигания У нас исправны только две То есть они как бы все были исправны Но только две Кстати которые там уже были поменены Были без трещин Соответственно при сборке Мы устанавливаем остальные шесть новые катушки Уже последней генерации С которыми как я и говорил в первом видео Меньше всего проблем То есть с ними проблем практически не существует Субтитры сделал DimaTorzok Далее мы устанавливаем впускной коллектор На впускном коллекторе мы заменили ремкомплект Управление вихревыми заслонками Так как в связи с неисправным насосом Который я также показывал на предыдущем видео Он был полностью заполнен маслом И соответственно его необходимо Нужно было заменить Что мы и сделали Ну что ж Володь Я так понимаю мотор практически собран Не практически А наверное полностью Ну да мотор собран Дальше его нужно Прикрутить к коробке Поставить его на подробник И установить на автомобиль А вообще сложная эта работа была на твой взгляд? Ну в целом Не бывает сложной и легкой работы Она бывает просто трудоемкая И надо быть внимательным В данном случае я этих моторов сделал Ну там десятки То есть несмотря на это Нужно быть внимательным Так как будто ты это делаешь первый раз Потому что опять же Можно на это как бы словно Звездности Что я это делал тысячу раз Допустить кучу детских ошибок За которые потом будет стыдно и больно Их потом за свой счет переделывать Да и в целом Как бы просто надо быть внимательным Читать инструкцию обязательно То есть тут не надо ничего выдумывать Просто мы читаем И делаем все как написано То есть нам завод-изготовитель В данном случае предоставил все У нас есть каталоги запчастей У нас есть технология ремонта У нас есть запчасти, инструменты То есть нам дали все Для того чтобы сделать эту работу Максимально качественно И всеми этими благами Надо не пренебрегать И ими надо всеми пользоваться И ничего в этом такого нету То есть мы читаем Собираем Непонятно Читаем еще раз Если непонятно Еще раз читаем И потом собираем И опять же все надо перепроверять Даже за собой в первую очередь Надо перепроверять Если от непосредственно сборки И работы над самим агрегатом Ты получаешь истинное удовольствие То процесс установки на автомобиль Тебе совершенно не близок Ну есть такое Мы все разные специалисты Но нам всем в какой-то степени Нравятся разные работы Кому-то с проводами нравится ковыряться Как будто подвеску Кому-то шиномонтаж Я получаю удовольствие Именно от сборки агрегата То есть за меня Процесс его снятия установки Это конечно каторга То есть если говорим По какие-то эстетические удовольствия То конечно мне нравится Больше собирать сам агрегат Нежели чем заниматься Всеми этими снятиями Установками и так далее Но это нравится, не нравится Это необходимая часть работы Которую тоже надо выполнять Ну и по иронии Именно к этому процессу Мы сейчас и перейдем Да, совершенно верно Дальнейший этап Это установка Пусконаладка И дальше счастливая эксплуатация Субтитры сделал DimaTorzok Володя, привет Привет Ну как, первый запуск прошел уже, я вижу Да, все подключили, проверили Обнулили все блоки управления Прокачали все системы и запустили Но мы покажем сейчас, что двигатель работает? Да, конечно Сейчас мы будем делать дополнительно Покажем как двигатель И сделаем прокачку системы активной стабилизации А что за система активной стабилизации? Это на ноутбуке что-то делать? Да, да, да Запускаем автомобиль Блокируем подвеску Нажимаем старт Это что, своего рода тест? Это прокачка системы активной стабилизации То есть система подавления крена Она гидравлическая Управляется насосом Соответственно мы насос снимали Жидкость все сливали Для этого ее необходимо прокачать Самотеком она в принципе Когда-нибудь может быть прокачается Но при наличии компьютера диагностического Так, сейчас мы глушим Первый этап выполнили Необходимо проверить уровень технической жидкости То есть гидравлического масла Масло используется такое же Как и в системе гидроусилителя Ну что, норма? Да Дальше запускаем следующий этап А что у нас с следующим этапом? Ну, то же самое примерно будет Просто важно проверять Чтобы жидкость была в норме Это оригинальная Поршеская программа Для диагностики автомобилей Порше Вот здесь выбираем пункт прокачка Нажимаем далее Вот он напишет указания Какие необходимо выполнить Перед тем, как нажимаем продолжить И нажимаем старт И опять заново все пошло Да-да-да, и второй этап Мы, значит, проверили все системы Проверили все уровни технических жидкостей Ошибки, неплавность хода И все возможные параметры Которые доступны на диагностике На данный момент они отвечают Всем заявленным требованиям Поэтому мы сейчас моем моторный отсек Выдаем автомобиль клиенту И смотрим, как он счастливый Катается и радуется Своему новому мотору и старому автомобилю Субтитры сделал DimaTorzok Подписываемся, ставим лайки Или не ставим лайки Или не подписываемся Просто смотрим и наслаждаемся Все то же самое каждый день Рутина, моторы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok